МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, друзья. Сегодня в главной роли актер Московского театра мастерская Петра Фоменко Евгений Цыганов. Здравствуйте, Евгений. Очень рад вас видеть. Не только актер, но и режиссер. Вы долго шли к этому статусу? Хотя это совершенно не театральное слово. Долго ли вы шли к этому спектаклю? И каков в этом элемент случайности? Ну, не знаю, может, случайностей не бывает, а может, они и бывают. Пьеса написана год назад. Соответственно, идти к этому спектаклю долго практически невозможно. Пьеса такая неоднозначная. она сложная, написана. Бывают, знаете, такие пьесы, когда автор немножко помогает следующим режиссерам. Он говорит, слева скамейка, справа окно, и вот герой выходит посередине. А Оля написала такую пьесу, которая требует действительно какого-то, ну, наверное, решения. Давайте подскажем нашему зрителю, что этим вечером в вашем театре премьера спектакля «Олимпия» по пьесе Ольги Мухиной. И вы режиссер этого спектакля. Ну, фактически, да. А услышали вы ее впервые в Любимовке? Нет, я ее не слышал в Любимовке. Оля написала пьесу специально для нашего театра. И, в общем, она и в театре была так трудно воспринята. Мне пьеса понравилась, честно говоря. Наверное, поэтому я и стал ее режиссером. Так получилось, что Оля написала историю, пьесу, которая происходит в наше время. То есть она происходит с 1975 года по сегодняшние дни. Она происходит в этой стране, которая когда-то была Советским Союзом, а теперь стала Россией и когда-то еще была Россией. Ну, понятно. И пьес же великое множество, но удивительно, что, ну, как мне кажется, что отличает Оля на действительно там драматургию, да, это любовь к героям, про которых она пишет. Как ни странно, это действительно редкость, потому что вдруг там современная или новая драма, как говорят, да, занимается каким-то поиском, вычленением каких-то болячек, каких-то, да, проблем. Да, и понятно, что у Оли это не веселый такой, да, актерский перепляс, а там есть, и там есть драма, там есть даже трагедия, в общем, в этой истории. Мне понравилось, мне было интересно. Мне было интересно читать. Вот смотрите, одно дело, Жень, согласитесь, что понравилась пьеса, это прекрасная человеческая реакция, у вас есть внутренний консонанс с тем, что пытается дать вам почувствовать автор. И другое дело гораздо более профессионально ответственное – найти ключ к пьесе, заставить актеров, ваших друзей, ваших коллег по театру точно так же полюбить эту пьесу, поверить и понять, что в ней происходит, разложить по полочкам. Мы знаем, что с драматургией Ольги Мухиной ваш театр дружит, и с середины 90-х годов пьеса «Таня, Таня», но если вы хорошо знакомы, а вы уже поступили к этому времени в мастерскую, к Фоменко, она ведь не сразу раскрылась, эта пьеса, там были серьезные поиски. Да, я знаю. Вот как в вашем случае? Ну, я знал, что это будет непросто, и это было непросто. И это здорово. Да, я знаю, что то, как это представлялось изначально, конечно, претерпело различные всякие изменения, и в сторону компромисса, и в сторону, наоборот, какого-то открытия. То есть, в общем, возникли какие-то вещи, о которых и нельзя было мечтать. Вот, я очень долго искал актрису на роль… Ну, как очень долго искал? Год назад написано пьеса. На роль бабушки, да, которая там является таким важнейшим персонажем, на который держится вся эта история отчасти. И в итоге, уже отчаявшись и поняв, что там ни в театре, ни где-то, рядом с театром найти невозможно, вот мы предложили это Екатерине Сергеевне Васильевой, и к моему, в общем, удивлению, хотя, ну, надежда была, она сказала, что это хорошая литература. Я знаю Олю, но я не предполагал, что она так пишет. И она включилась в эту историю на, в общем, каких-то общих там, театральных таких правах. В общем, для театра это тоже редкость, когда приходит человек, то, что называется, со стороны… И для вас это было очень важно, что она согласилась? Для меня это было важно, потому что без нее бы это не произошло, наверное. Даже так? Ну, я думаю, в какой-то степени, ну, сколько, 4 месяца, я сказала, актрису, да, то есть предлагая, и как-то, бродя вокруг да около, и то, что это произошло вот так, в общем, это как-то всех подсобрало, и, в общем, я ей очень благодарен, потому что и она в эту историю как-то очень поверила, и ей как-то так вот, ну, существует. И вот, и, в общем, и я в итоге поверил, что это все возможно. Значит, наряду с вами… Это не умаляет достоинства других артистов, просто так получилось, к моему счастью, что если я говорю о каких-то там, возможно, каких-то там компромиссах или то… Знаете, это скорее не компромиссы, а когда ты говоришь, вот хотелось бы вот, чтобы это было так, и сталкиваешься с тем, что тебе говорят, нет, так, ну, не бывает, невозможно. Вот что касается артистов, компромиссы там отсутствуют. Мне кажется, что каждый исполнитель, каждая роль, он находится, ну, совершенно на месте, и это просто какое-то везение, что эта пьеса так здорово разложилась, на наш театр. Ну, есть личности, само присутствие которых на сцене аккумулирует и зрительское внимание, и во время репетиций другая степень ответственности у коллег. Катерина Васильева – это личность театральная такого масштаба, что все вышесказанное, ранее сказанное, к ней относятся в полной мере. Ну, она просто личность не только театральная, она вот какой-то личность. Вот, поэтому театр – это такая штука уже в данном случае прикладная. В данном случае. А как происходили приглашения? Вы многими в театре воспринимаетесь, как собрат по цеху, актер. Вы подходили, или было расписание вот это штатное? Я делал работу в театре, и, в общем, она не закончена, и я надеюсь, что она все-таки произойдет. Было благословение Петра Наумовича на то, чтобы это все-таки случилось. И, в общем, я как-то остановился, потерял в какой-то момент интерес, и, в общем, какая-то такая была странная такая мыта. И мы разговаривали о какой-то постановке с нашим другом, Евгением Борисовичем Коменковичем. И вот появилась эта пьеса, с которой было не очень на тот момент понятно, что делать. А, в общем-то, не знаю, мне кажется, это такое чудо немножко. Потому что, когда мне сказали, что, а может быть, ты это сделаешь, я не очень в это поверил. Потому что, ну, я, честно говоря, первый раз с таким сталкиваюсь, когда вот это написано, и вот это уже... Ну, это никто не ставил никогда. Это какой-то большой, такой эпический, действительно, материал. При всей наивности какого-то там текста, да. Оля это назвала «Сказка сказок», да. Это под заголовок такой, да? Ну, такой, да. Наверное, это жанр всё-таки сказка. И «Сказка сказок», наверное, тоже жанр. Я для себя этот жанр определил, как «Девичий дневник», определил давно, когда ещё было «Ю», и когда было «Таня, Таня». Для меня это такой жанр. И когда вот здесь наклеечка, здесь подписано, здесь нарисовано, и всё это очень с любовью, и очень как-то аккуратно сделано, но и с себя, да. То есть вот мне нравится, я вот такое, у меня вот цвета, я же выбираю, да. Хотя, в общем-то, в этой пьесе очень такой серьёзный исторический срез, да. И она действительно очень попадает, ну, и сегодня, когда мы пытаемся понять вообще, кто мы, с кем мы, зачем мы, и как-то себя, да, идентифицировать. Вот. И вдруг возникает эта пьеса, в которой, проходя каждый какой-то период, это и Олимпиады, Горбачёва, вывод войск из Афганистана, Пуча, стреляют по Белому дому. Вот оно. Вот сейчас происходит. Сейчас случилось. Это вот история про сейчас, когда в каждый момент времени человек понимает, что происходит что-то вот то самое. И неважно, там, умер Джо Досен, и для матери это вдруг становится трагедией личной, потому что она обожала Джо Досена. Либо стреляют по Белому дому. А что... Давайте попробуем чуть-чуть приоткрыть тайну для тех, кто увидит спектакль. А что последнее вот из того, что вот сейчас должно произойти или происходит? Пьеса не заглядывает чуть-чуть в будущее? Думаю, что нет. Думаю, что нет. Там вот есть два абсолютно пласта. Есть пласт исторический, есть пласт личный. Есть главный герой Алёша, который рождается в 75-м году. И вот, как бы доходит до сегодняшнего времени и немножечко растворяется в своей какой-то личной истории. И поэтому там исторический вот пласт, он немножечко теряется. Там становится важнее спасение этой личности. В общем, у нас действительно часто общественное было важнее всегда ну какого-то конкретного, какого-то человека. Личность. Есть же мы, а вот есть он. знаете, я где-то прочитал, что мы не помним, когда последний раз грызли ножку стула, но все хорошо знаем ее вкус. То есть вот эта пьеса, она, в общем-то, вызывает такую память, чувственную какую-то вот это вот подключение. И это очень круто. Да, это дорогого стоит. Потому что вот нам пришел худрук на спектакль, он увидел лыжи на стене вот висящие и сказал «А-а-а!» Потому что в каждом доме были вот эти вот лыжи. Это вызывает у тебя, ты сразу оказываешься целые, да, ну, мурашки на уровне памяти. Или не вызывает. Я не знаю, это зависит от чувствительности, да, конкретного зрения. Ну или от убедительности вашей. Эгоистическая какая-то штука. Но, в общем-то, при том, что спектакль, он сейчас собирается И понятно, что он должен как-то зациркулировать благодаря зрителям, которые сейчас только начнут приходить. И нет ощущения, что бах, и мы сделали какой-то продукт, он классный, и мы его теперь... И законсервированный. Да, это какая-то живая штука, у нас были какие-то прогоны, более удачные, менее удачные. И вы знаете, что нужно исправлять еще? Я знаю, какие из них менее удачные, а какие более удачные. Вот, но, в общем, теперь мы знаем, что эта история, она попадает и в зрителя. Что, видимо, она попала не только в меня, но... Вот наш директор удивлялся, говорит, сидят дядьки в костюмах, плачут. Такого не видел. А интересно, от чего плачут? А вот это я не знаю уже, может, себя жалко. А может, и не жалко, может, не знаю. Вы, конечно, знаете, что Ольгу Мухину порой сравнивают. Вот плотность ее текста, как герои не слышат друг друга, говорят параллельно и о разном, хотя, казалось бы, вместе находятся и должны взаимодействовать. Так вот, часто сравнивают с чеховскими героями. Вот такая сверхзадача, говоря языком Станиславского, у вас не стояла? Я знаю, что когда Оля была совсем маленькая и написала пьесу «Таня-Таня», то ее называли «Чехов в юбке». И вот, может, благодаря Петру Наумовичу, который не стал делать это современно, а сделал в каком-то другим театральным языком, нежели написанной пьесой, может быть, действительно, от… Я небольшой чехововед, но, возможно, там есть какие-то вещи, ну, по аллюзии, да, это называют. Ну, то есть, как бы, вот Пахо, ну, в общем, не зря, возможно, ее называли «Чехов в юбке». Это первое. Второе, я против сравнений. Ну, потому что, зачем сравнивать Чехова, который классик, который великий, абсолютный, с Мухиной, который тоже прекрасный, но и к тому же еще и женщина. Вы в спектакле играете? Да, я играю вторым составом. Да, у меня есть программка, я посмотрел. С Томасом Оскусом, да. А так бы не все время. Нет. У вас музыкальное образование, и в программке я прочитал, что и музыка тоже. Это ваши поиски, ваши решения. Ну, я двоечник, как бы, немножко, с точки зрения музыкального образования. А с точки зрения музыки, ну, там, знаете ли, и костюмы, в общем, в некотором смысле, какие-то, ну, не все. Но тут такая уже история, когда, может быть, от неопытности ты начинаешь затыкать, тебе объяснить-то сложно, а проще там закрутить, прикрутить вот это все. Художественный руководитель Евгений Каменькович был на спектакле, были какие-то советы, поправки. Как вы к этому относились? Да прекрасно. А как можно относиться к советам? С благодарностью. С благодарностью. Спасибо вам большое. Я поздравляю вас с этим режиссерским начинанием. Даже не хочу говорить слово дебютом, начинанием. И мне очень приятно слышать от вас, что это процесс, и то, что этот спектакль, конечно же, будет расти, как-то меняться. Вы будете притираться, лучше слышать друг друга. В общем, это абсолютно живая история. Такая же, как пьеса Ольги Мухиной «Олимпия». Проходите. Спасибо. Спасибо. Евгений Цыганов. И мы говорили о премьере в театре «Мастерская Петра Фоменко» спектакля «Олимпия» по пьесе Ольги Мухиной. Спасибо вам большое. Низкий поклон. Сегодня в главной роли режиссер этого спектакля Евгений Цыганов. Я напоминаю. Обязательно увидимся.